с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 12 июля день российской почты отмечается в эти летние дни более трех миллиардов писем посылок счетов проходит каждый год через почтовое отделение в 17 веке появились первые московские почтамты которые постепенно стали открываться во всех городах страны в 1833 в москве установили первые ящики для писем также сегодня отмечается всемирный день бортпроводника гражданской авиации профессии этой уже более 80 лет а возникла она в германии когда на борт самолета стали брать специального человека в чьи обязанности входило обеспечение сервиса стюарда прежде этим занимался оказывается второй пилот что было естественно рискованно с точки зрения безопасности самого полета а уже 1930 в соединенных штатах возникла идея привлечь к работе девушек причем привлекательных это стало еще и рекламой пассажирских авиаперевозок которые не все любили к тому же девушки меньше весили что имело большое значение для самолетов того времени но еще в этот летний период одновременно отмечаются два праздника взаимоисключающие друг друга день рыбака и день действий против рыбной ловли чтобы рыбку не только ловили но и делали это с учетом законов и экологии у родившихся в этот день приблизительно в сотом году до нашей эры и возможно в этот день появился на свет сам гай юлий цезарь римский полководец диктатор в свои 40 лет он становится консулом осознавая что римская республика уже ну приближается к закату он сделал все возможное чтобы ограничить власть сената создав первый триумвират следует помнить что месяц июль назван в честь императора 1854 год день рождения джорджа истмена изобретателя и первого производителя фотокамеры которая имела название кодек и заправлялась привычной нам сегодня фото пленкой которая впрочем уже тоже становится историей фотография же благодаря изобретением истмена становится просто массовым явлением а неуделом мастеров одиночек пленочная фотография проживет довольно долгую жизнь и до сих пор многие настоящие фотографы используют именно фото пленку 1876 год родился сергей уточкин один из первых русских летчиков а в 1914 петр олейников советский киноактер который снимался в таких фильмах как семеро смелых трактористы многих других был очень любим народе в 1938 году родился иллюзионист эмиль кио в 1946 народная артистка россии валентина толкунова 60 году евгений дворжецкий актер и еще один актер театра кино народный артист российской федерации александр домогаров появился на свет в 1963 году но теперь некоторые события 12 июля 1589 год основан царицын который нам сегодня известен как волгоград город на юго-востоке европейской части россии ну а весь мир его по-прежнему помнят под названием сталинград 1917 год во время сражения под городом ипор в бельгии немецкая армия атаковал англичан новым оружием горчичным газом который получил название иприт это один из самых известных боевых отравляющих веществ в истории и тот случай когда газ решили назвать по месту событий 1918 год в мэрии 7 парижского округа проходит бракосочетание пабло пикассо и ольги хохловой а потом в русской церкви венчание художник влюбился в балерину в риме в 1917 году во время работы над декорациями и созданием костюмов для балета парад эрика сати 1937 стартовал беспосадочный перелет москва северный полюс сша экипаж ан-25 составе громого юмашева данилина приземлился через 62 часа 17 минут на границе с мексикой это был второй беспосадочный перелет из ссср в сша в результате которого были установлены два мировых рекорда дальности по прямой и ломаной линии в том числе пять с половиной тысяч километров над океанами в вашингтоне советских летчиков представили президенту рузвельту а дома георгиевском зале кремля их приветствовал весь цк партии и лично товарищ стали 1941 год немецкая авиация впервые бомбит москву и в этот же день подписывается советско-английское соглашение о совместных действиях в войне против германии это положило начало создания антигитлеровской коалиции год 1943 крупнейшее танковое сражение в истории в ходе курской битвы в районе прохоровки сходятся полторы тысячи танков и самоходных орудий с обеих сторон гитлеровцы потеряют свыше 350 танков и более 10 тысяч человек убитыми год 1960 в туапсе открыт пионерский лагерь орленок крупнейший в рсфср сегодня федеральное учреждение ежегодно принимает около 20 тысяч мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 16 лет до 1991 лагерь носил название всероссийский ордена знак почета пионерский лагерь цк влксм орленок 1984 интересный приказ министерства культуры ссср о мерах по упорядочению деятельности вокально-инструментальных ансамблей и повышению идейно-художественного уровня их репертуара был этот указ или приказ или не было до сих пор до конца не ясно но судя по всему все-таки был предлагается принять строгие меры к мало художественным коллективом вроде аквариума кино ддт на утилусов последнее слово было написано именно так мы появляется знаменитый запретный список из 75 наименований в том числе iron maiden и си дюси секс пистолс black sabots дюран дюран и многие другие 1990 год за день до окончания 28 съезда кпсс в ходе выборов нового состава цк партии ельцин объявляет о выходе из партии связи с избранием председателем верховного совета рсср и с учетом перехода общества к многопартийности мол он обязан подчиняться воле народа и его полномочных представителей 12 июля 2011 год нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот дело в том что масса планеты в семнадцати две десятых раза а диаметр экватора примерно в четыре раза больше земных планета была названа в честь римского бога мари ее астрономический символ стилизованная версия трезубца нептуна события дня еще одно в завершении 12 июля 1931 год во франции в гасконе открыт памятник мушкетеру д'артаньяну прототипу героя из романа дюма основой для произведения была книга гасиена де культиля воспоминания господина д'артаньяна капитан лейтенанта 1 роты королевских мушкетеров это полное название а реально жившего в тот период человека под именем шарль де бац де костельмор история помнит не особо но именно он ты взял фамилию матери д'артаньян как только оказался при дворе и стал мушкетером 1644 году был доверенным человеком кардинала мазарини активно участвовал военных кампаниях и акциях против гугенотов и погиб в битве при мастрихте в 1673 году кстати там недавно установлен еще один монумент д'артаньяну причем работу русского скульптора таратынова недалеко от памятника место гибели д'артаньяна обелиск и табличка на стене также знаменитый гасконец запечатлен на памятнике александр дюма в париже а вместе с друзьями причем из русской киноверсии работы церетели в городе кондом мушкетерской столицы гаскония как говорится один за всех но все за одного с вами был николай пивненко в проекте дата